Тёмное дело. В нашу редакцию поступают тревожные звонки от новоуренгойцев. Людей волнует, почему с наступлением вечера улица Ватолина утопает во тьме. Для многих горожан участок от центральной магистрали до православного храма стал излюбленным местом пеших прогулок. Отсутствие освещения вносит в вечерний променад серьёзный дискомфорт. Когда же это тёмное царство озарит спасительный свет уличных фонарей? Ответ на этот вопрос искала Тамара Джанхотова. Период полярного дня в нашем городе прошёл. Темнеет рано, а на улице Ватолина освещения практически отсутствует. Нужно быть постоянно на стороже, нужно постоянно бояться за то, чтобы тебя заметила другая машина, чтобы не въехать в забор, не попасть в кочку, не упасть в яму. То есть неосвещенность этой улицы, я считаю, большая проблема, как вообще для велосипедистов, и для пешеходов, и просто для автовладельцев. Для любителей пеших прогулок единственным спасением служит вывеска делового центра. Но освещает она лишь прилегающую территорию. Страшновато. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь было освещение, и дорога здесь немножко тоже не очень удачная. С парка, когда переходишь на эту сторону, и темновато, хотя и в парке тоже не очень хорошее освещение. Хотелось бы лучшего. С ребёнком часто гуляем перед сном, поэтому приходится гулять по темноте. Пока на улице Мира шла реконструкция, уличное освещение Новотолина было запитано по временной схеме. Сейчас специалисты решают вопрос, как проложить постоянный кабель электропитания, чтобы не пришлось вскрывать совсем недавно уложенный асфальт. Если сейчас всё это дело опять ломать, я не думаю, что это будет восстановлено с таким же качеством и с такой же любовью, как делалось до этого. Может быть, это даже и лучше. Потому что сейчас мы пройдём по тем местам, где, вернее, после того, как мы уложим кабель, будут производиться работы по реконструкции улицы Матолина, и всё это будет учтено, и всё это будет прекрасно действовать. Сотрудники Управления капитального строительства обещают решить проблему в кратчайшие сроки. Уже на следующей неделе жители города смогут гулять, не опасаясь за своё здоровье. Тамара Джонхотова, Николай Александров, Константин Малыш. Служба новостей «Импульс».